Тенденции моды последних лет из сезона в сезон переходят практически неизменными, но все же нюансы решают многое, в частности отличают прошлогоднюю коллекцию от свежей. Итак, признаки наступившей весны 2017 представляет художник-модельер Татьяна Мулюкова. В моде всего очень много, но можно выделить несколько направлений. Это, например, пастельная гамма розовых оттенков, доярких, интенсивных, таких насыщенных тонов розового цвета, допустим, оттенки зеленого, желтого, голубого, но разбеленные, такие более легкие и чистые цвета, которые задают нам такое весеннее настроение. Стилистический фьюжн сезонных предметов гардероба и фактур в этом сезоне переживает свой рассвет. Настоящее раздолье для модников-экспериментаторов и дизайнеров с богатой фантазией. Мы стали более творчески подходить к своему образу и как такового чистого стиля у нас нет. Мы стараемся смешивать разные стили, допустим, если это спорт, то мы обязательно добавим туда немного женственности, если это милитари, то немного романтизма. Сейчас происходит смешение стилей, потому что это интересно и по-творчески. Также есть тема спорта в стиле 80-х, то есть это добавление пайеток, какие-то крупные формы, объемные спортивные костюмы, которые сейчас носят с босоножками на высокой платформе. Такой популярный элемент гардероба, как свитшот, сегодня исполняется в разных вариациях. Это может быть совмещение шоу с трикотажем. Сейчас это уже может быть кружевная полочка и все остальное из какой-то основной ткани. Это самая удобная и подходящая одежда для повседневности. Цветочный принт – неотъемлемая часть гардероба абсолютно каждой весны и каждого лета. Только в этом сезоне флористическая тема активно смешивается с графической. Также в тенденции графика – это полоска и горох. Полоска, вы можете поиграть, допустим, в разных направлениях. Полоска встречается и в верхней одежде, и в легких платьях, может быть даже трикотаж. Горох. Горох сейчас он может быть либо сексуальным, допустим, в шелковых платьях, или наоборот, игривым в органзе. Если говорить о шелковых платьях, то это классический вариант гороха, как, скажем, в красотке, такой размеренный и равномерный, и четкий. Также может быть и крупный горох, и достаточно яркий, но форма у него четкая. Люкс и роскошь в коллекциях нового сезона проявляется лишь фрагментарно, в качестве сильного акцента. Кружево не сдает своих позиций и перерекает в наш весенний-летний гардероб в виде оборок по низу шелкового платья, или это может быть целиком кружевной комплект. Но придать современное звучание помогают, когда присутствуют в кружеве репсовые ленты, или кроек спортивный, геометричный, не обозначающий силуэт и фигуры. Именно так кружево будет выглядеть актуально. Одной из экстравагантных тенденций весны становится присутствие мех в одежде в виде меховых рукавов, или каких-то меховых мелких аксессуаров, ну, скажем, более таких весенних оттенков. Меховые элементы присутствуют и в легких платьях, и в трикотажных платьях, которые мы начинаем сейчас одевать весной более чаще, чем в зиму. Быть непредсказуемым, небуквальным – девиз этого сезона. А предложенные идеи на самом деле дарят множество вариаций, с которыми каждый теплый день будет невероятно стильным.